Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Не проживает, по вызовам следователя не является. По версии следствия, Владислав Гукасов вывел из состава учредителя семейной фирмы свою сестру без ее согласия. Заполучил ее долю в бизнесе, нанеся ущерб более чем в миллион рублей. Кроме того, подозревают, что таким же образом Гукасов стал владельцем автомобиля сестры стоимостью более двух миллионов. Также сообщается, что экс-депутат и его подельник собирали с арендатора в помещение некоего ООО плату за имущество, хотя к этой компании отношения не имели. Так они получили, по предварительным данным, более 20 миллионов рублей. Сам Гукасов обвинение отвергает. Он считает, это попытка отобрать его имущество и опорочить его. Программа Экономика. На руководителя Чемблатского карьера завели уголовное дело. По версии следствия, он год назад оформил договор покупки металлических емкостей, которые на самом деле уже находились на территории предприятия, но не были учтены. Таким образом, директор ООО купил их второй раз. Деньги почти 2 миллиона рублей он перечислил на счет аффилированного индивидуального предпринимателя. В дальнейшем подозреваемый денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Экономика. На 101 АФМ. Провоз грузов на дорогах области снова ограничат. С 23 апреля по 22 мая на трассах межмуниципального регионального значения будет действовать традиционное ограничение для больших грузов. Кировские грузоперевозчики к требованиям уже привыкли и нарушать стали меньше, считает замминистра транспорта Юлия Попова. В результате применяемых мер наблюдается заметное ограничение числа законопослушных грузоперевозчиков, которые в этот неблагоприятный период либо вовсе отказываются от перевозок тяжеловесных грузов, ранее планируя в это время профилактические ремонтные работы, отпуска, либо уменьшают вес перевозимых грузов и осуществляют перевозки в соответствии с действующими ограничениями. Однако данные статистики Института Дорпроект показывают, что за последние два года количество нарушителей сократилось всего на 16%, тогда как число самих большегрузов на кировских дорогах во время весеннего ограничения упало почти на 40%. В завершение курсов валют на сегодня доллар стоит 56 рублей 66 копеек, курс евро 69,47. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Программа «Экономика»